Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем, что интересного произошло в Самаре сегодня. Коротко о некоторых темах. Здесь пашет техника, работают руки и спины. Самарские коммунальные службы борются со снежной стихией. На них надо равняться. В Самаре подвели итоги акции «Народное признание-2017». Светлый праздник Рождества. Католики всего мира отмечают главный христианский праздник. 7 тысяч тонн снега вывезли из Самары за выходные. А всего с начала сезона полигоны приняли 82 тысячи тонн. При сильных снегопадах на уборку выходит дополнительная техника и рабочие. Эти дни не стали исключением. Сергей Кизоркин увидел весь фронт работ. Со вторым снегопадом в Самаре повезло. Радуются коммунальщики. На город выпало всего 5 сантиметров осадков. В начале декабря было в 4 раза больше снега. Дорожные службы среагировали оперативно. В ночь было усиление техники, выходшей на линию порядка 246 единиц. То есть по внутренней часе снежок еще выпал, поэтому на дорогах была небольшая каша. И до того момента, пока не началось движение транспорт, соответственно, не заработало антигололедные материалы, были небольшие проблемы в движении. И по-прежнему главное препятствие для качественной уборки припаркованной автомобилю обочин. За прошлую ночь с городских улиц вывезли более 3000 тонн снега. В первую очередь очищали те дороги, где ходит общественный транспорт. Чтобы не образовывалось налить, улицы обрабатывали реагентами. Ночью трудились 300 сотрудников и 250 спецмашин. Временно исполняющий полномочий главы города Владимир Василенко призвал службы работать в усиленном режиме, делать упор на вывоз снега, расчистку тротуаров и дворов, поддерживая дороги в нормальном состоянии. По снегопаду работаем буквально в течение четырех дней, работаем с утра. Не надо бояться, что ваши замы или кто-то будет выходить в 4 утра. Это наиболее эффективная работа. После обеда идет ослабевание снежной массы, значит, уходим в ночь без снега. Самарские дворники не спят с 4 утра, а приводят в порядок тротуары и остановки. Особое внимание дворам. Нужно очистить подходы к подъездам, убрать снег и сосульки с крыш. Некоторые бросают даже машины, предупреждаем, оставляем на лобовом стекле им записочки, предупреждение, что такого-то будет у нас производиться очистка. Поэтому прислушиваются, да, прислушиваются. Особенно сосульки, потому что они сразу переживают за свою сохранность автомобиля. Вот это тут они быстрые. Дворник у нас хорошо убирается, ну, соответственно, снегу, потому что ночью снег, и когда успевает, и никаких претензий к живому у меня нету. Посыпают песок, сначала скользко, потом посыпают, и все хорошо, да. Насколько вот успевают вовремя сделать. Расторопный дворник убирает один четырехподъездный дом за полчаса. При этом теперь работу коммунальщиков контролируют и управляющие микрорайонами. Они каждое утро дозором обходят доверенную им территорию. Все замечания дворники устраняют в оперативном порядке. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Особой темой совещания в мэрии стали и приближающиеся новогодние праздники. Во время каникул в Самару приедут Деды Морозы разных стран и народов. В резиденции самарского волшебника на площади Кубышева 30 декабря будет гостить финские Йолупуки, 3 января якутский Чисхаан, а 6 сразу три гостя – чувашский, татарский и мордовский Деды Морозы. Вообще с 25 декабря по 7 января в Самаре пройдет 125 праздников на открытых площадках. Во всех районах города для жителей будут работать катки и ледяные горки. А на площади Кубышева гостей ждет резиденция Деда Мороза. Там же состоится и главный праздник города. С 31 на 1 января на площадь будет проходить новогодняя ночь, которая начнется в 22.00 и закончится в 2.30. Салют будет в час ночи. Все тоже мероприятия отработаны с силовыми структурами, замечаний по организации безопасности, ограничений движения у них нет. Их оставалось только трое. Уже завтра депутаты Самарской городской думы объявят имя нового мэра Самары. На эту должность претендовали 46 человек, но трое сняли свои кандидатуры сами. С остальными члены конкурсной комиссии провели собеседование. В итоге к финалу гонки подошли трое. Советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и генеральный директор ООО «Экострой и ресурс» Константин Реднов. Напомним, решение объявить конкурс на должность главы города было принято 16 ноября. Заявки на участие в конкурсе принимались с 20 ноября по 18 декабря. Претенденты должны были предоставить необходимый список документов, после чего уже два дня, 20 и 21 декабря, шли собеседования. Интрига раскроется уже завтра утром, 26 декабря. Депутаты объявят, кто станет мэром, а в 13 часов пройдет инаугурация. В Москве завершил свою работу 17-й съезд партии «Единая Россия». Делегаты съезда поддержали решение Владимира Путина, а в движении на должность президента Российской Федерации подвели итоги реализации программы партии, определили направление проектной деятельности. Участие в съезде приняли и самарские делегаты. Подробнее в следующем сюжете. Две с половиной тысячи человек приняли участие в 17-м съезде партии «Единая Россия». Из них 32 представляли Самарское региональное отделение. В первый день форума были организованы дискуссионные площадки, а также выставка партийных проектов. Самарская область представлена на стендах партпроектов, детский спорт, крепкая семья, России важен каждый ребенок. Участие в работе съезда принял и Дмитрий Азаров. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что успех в реализации поставленных задач во многом зависит от работы отделений партии в регионах. Думаю, что каждый делегат съезда вернется в свой регион, вдохновленный и воодушевленный, с четким пониманием задач, которые нам предстоит решать уже в ближайшие дни, даже не месяцы, в ближайшие дни. Я уверен, что и делегация Самарской области, конечно же, в свою очередь, даст очень серьезный импульс и заряд членам партии, которые формируют региональные, местные, первичные отделения. На съезде было принято много решений, связанных с оптимизацией проектной деятельности. Самарское региональное отделение в своей работе реализует 23 федеральных проекта из 25, а также 10 местных программ. Их реализация позволит создать комфортные условия проживания для всех жителей области. Власть на сегодняшний день оказывает большое влияние на то, чтобы создавать комфортное состояние каждому человеку, живущему на территории. И через реализацию этих партий проектов мы будем это делать. Также съезд «Единой России» поддержал в движении Владимира Путина кандидатом на пост президента Российской Федерации. А делегатам была поставлена задача сделать все, чтобы выборы главы государства прошли полностью законными, легитимными и открытыми. Андрей Горгуленко, События. В Новый год с новым жильем. 140 самарских детей-сирот получат свои квартиры. Квадратные метры уже закуплены. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету в Губернской думе. Лариса Шлафаст продолжит. Новая современная школа на тысячу мест появится в следующем году в микрорайоне «Крутые ключи». Изначально срок сдачи объекта планировался на 2019 год. Но благодаря помощи федерального бюджета теперь стройку планируют завершить раньше. В результате продуктивной работы правительства с федеральными структурами появилась возможность привлечения дополнительных средств из федерального бюджета на инвестиционные цели. А это требует софинансирования со стороны области в размере 30%. И вот эти 30% как раз включены за счет перераспределения средств, где главным распределителем выступает Министерство строительства Самарской области. Также на заседании комитета по бюджету обсудили и вопрос обеспечения жильем детей-сирот. В этом году из областного и федерального бюджетов на покупку квартир направили больше 158 миллионов. Но этой суммы оказалось недостаточно, чтобы приобрести 141-комнатных квартир метражом 33 квадратных метра. Из городской казны дополнительно выделили почти 60 миллионов. В настоящий момент идет приемка данных квартир. Данные квартиры все готовы. То есть это квартира с чистовой отделкой. Въехать в свои квартиры новые владельцы смогут уже в январе. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Далее коротко о других событиях дня. В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП. 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье 24 декабря. По предварительной информации, девушка переходила дорогу на красный сигнал светофора, когда ее сбила маршрутка. От удара ее отбросило на соседнюю полосу слева, где на нее налетел другой автобус. Девушка выжила, она находится в больнице. Из-за сложной ледовой ситуации 23 декабря во второй половине дня была прекращена переправа через Волгу по маршруту Самара-Рождествено. Ледовые торосы рвут гибкое ограждение судов на воздушной подушке. Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту с 26 декабря. О начале перевозок будет сообщено дополнительно. Почти 700 человек в Самаре съедут из ветхого жилья уже в начале года. В Министерстве строительства состоялась встреча с жителями аварийных домов. Всего в рамках программы должны были переселить чуть больше 20 тысяч человек. Расселялось более 300 тысяч квадратных метров квартир в аварийном фонде. Так что осталось действительно немного. Всего на программу переселения граждан из ветхого жилья было потрачено более 11 миллиардов рублей. Из них более 7 миллиардов из областного бюджета. Каждая вторая супружеская пара в регионе распадается. При этом в этом году Самарастат отметил и положительную тенденцию. Количество браков увеличилось более чем на 4%, а вот число разводов уменьшилось на 1,6%. В целом по области на тысячу образовавшихся семейных пар пришлось 574 распавшихся. В прошлом году таковых было 607. При этом в губернии зарегистрировали брак представителей 27 иностранных государств. Чаще всего жительницы Самары регистрируют отношения с выходцами республик Таджикистан, Азербайджан и Украины. В новогоднюю ночь в Самаре временно ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. За исключением спецмашин трафик будет ограничен с 13.00.31 декабря до 8 утра 1 января в районе площади Куйбышева и на прилегающих улицах. Движение общественного транспорта Самары организует по временной схеме. Городская администрация обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования. За них голосовал народ. В Самаре подвели итоги областной общественной акции «Народное признание». В этом году в юбилейный десятый раз на сцене в торжественной обстановке наградили победителей в семи номинациях. Подробности у Марианы Мирной. Музыкальный автобус, молодые таланты по Волжье, мастер-классы, концерты и еще десятки культурных событий организовывает и проводит уже лауреат народного признания Лев Григорьев. Работая с детьми, он каждый день учит их любить искусство. Эта акция дает возможность увидеть себя со стороны, глазами людей. Мы привыкли в суете городов, поток машин, творится в собственном творчестве, а здесь мы видим, как это нужно людям. В этом году заявки на участие принимались по семи номинациям. Экология и открытие, гражданская активность, надежда и опора, рожденные в сердце России, признание и уважение, команда созидания, единство и успех. Один из тех, кому выпала честь, наградить лауреатов победитель прошлого года. Художественный руководитель театра студии «Грань» Денис Бакурадзе. Это огромная честь, огромная ответственность. И, конечно же, те лауреаты, которые сегодня находятся в этом золотом конверте, они, безусловно, кто бы здесь ни был, они заслуживают, конечно, чести, уважения, любви, признания всех тех, кто живет в нашей большой Самарской области. Акция «Народное признание» проходит 10-й год. За это время больше 50 миллионов голосов было отдано за участников конкурса с жителями Самарской области. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Под Новый год мечты сбываются, но не без помощи неравнодушных самарцев. Воплотить мечту в реальность некоторым из ребят помогли депутаты Городской думы в рамках акции «Елка желаний». Подробности в нашем следующем сюжете. Новый год в тебе, городарец! В роли новогодних волшебников депутаты Городской думы. О мечтах детей они узнали из писем, которые размещались на «Елке желаний». Современные игрушки, телефоны, спортивный инвентарь, фрукты и сладости. Исполнять детские мечты всегда волнительно признаются народные избранники. Я себя чувствую Дедушкой Морозом. Правда. Это такие эмоции не ощутимые просто. Я второй раз дарю ребенку подарок в косметику. У меня попадает ссорная девочка лет 13. В этот раз мне попалось желание настольной игры. Но, когда я пришел в магазин, глаза разбежались, и поэтому я не смог удержаться, порадовать ребенка и, в общем-то, несколько на выбор, чтобы было у девочки вариантов. Работу Деда Мороза депутаты Самарской думы берут на себя уже много лет. В этот раз подарки подготовили малышам, чьи родители-сироты. Нередко достаток в таких семьях ограничен, и дорогостоящие подарки детям родители не всегда могут себе позволить. В этом году подарки от депутатов городской думы получили 40 малышей. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Новогоднее чудо. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья. Шоколадные подарки и встречи с героями сказок. В центре внешкольной работы Кубышевского района Самары такие елки проводят уже более 15 лет. На праздник попал и наш журналист Даниил Лучко. У пятилетнего Ильи проблемы со здоровьем с рождения, но это не мешает ему, как и другим детям в его возрасте, играть в спортивные игры и разучивать песни к празднику. Просто Илье нужно больше внимания, и потому родители постоянно ходят с ним на занятия в центр семья. Сдвиги есть, ребенок стал общительнее. Мы очень благодарны, потому что они трудную минуту нас всегда не оставляют. Приходят, нас поздравляют, всегда приглашают на всякие мероприятия. Такие елки для детей с ограниченными возможностями здоровья в центре внешкольной работы проводятся уже более 15 лет. Каждый год здесь показывают новую сказку с неизменными персонажами Деда Морозом со Снегурочкой. Власти Куйбышевского района уверены, такие праздники сильно сближают детей, которые редко выходят из дома. Каждый ребенок хочет праздников, тем более предновогодний вечер, предновогодние дни. Хочется подарков, хочется какого-то чуда сбылось. Для них, наверное, самое большое чудо будет это, чтобы они выздоровели. Когда приходит Дедушка Мороз, это нужно видеть в глаза детей. Они в него верят, они ему шепчут свои желания. И мы, конечно, желаем этим детям, чтобы их желания в первую очередь исполнялись. После спектакля детям подарят шоколадные подарки. А к тем, кто не сможет выбраться на праздник, домой придут волонтеры молодежного центра «Диалог». Даниил Лучко, Артем Сулайманов, События. Католики и протестанты всего мира отмечают Рождество. Для всех христиан это один из главных праздников года. В Библии нет упоминания точной даты рождения Христа. Поэтому, за разницы в календарях, день рождения Спасителя отмечают в разные дни. На праздничном богослужении в Самарской кирхе побывала Лариса Шалафаст. Вот и ответ на ваш вопрос. Рождество для этого рождения Иисуса. Мир пришел спаситель. На импровизированной сцене рождественская сценка. Дети ищут ответ на вопрос, что такое Рождество. Православные отмечают его 7 января, католики 25 декабря. Протестанты и католики живут по Григорианскому календарю, введенному в 16 веке. Но, несмотря на расхождение даты для всех верующих, это один из главных праздников. Время размышлений и надежды. Вот мы, например, не можем сами себе простить наши грехи, наши обиды, которые мы причинили другому человеку. Нам должен человек, которому мы обидели, сказать, я тебя прощаю. И вот так же пастор в этой же роли выступает от имени Бога и говорит, мы, вернее, я возвещаю вам, что Бог вас прощает. Вот это очень важный момент, отпущение грехов. Человек не может отпустить все грехи сам. Поэтому посещение церкви крайне важно. В это время принято убирать дом, украшать не только елку, но и окна, и двери, плести адвентский венок, на котором установлены свечи. Число их зависит от размера венка. Их может быть 24, тогда зажигается каждый день новая свеча. Если их четыре, то каждое воскресенье зажигается на одну свечу больше, как символ того, что свет мира приходит к людям. В канун большого праздника в церкви звучат библейские тексты и песни о рождении Спасителя. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Предновогодний подарок для всего двора. Новый игровой комплекс, обновленные лавочки и фонари. Теперь есть у жителей четырех домов по улице Вольской. В рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять» для детей организовали елку и развлекательную программу. Эмоции жителей выслушал Даниил Лучко. Большая детская площадка, новый асфальт и крыльцо у каждого подъезда. Жители всех четырех домов по улице Вольской вышли на праздник. Дети проверяют горки, а родители рады, что теперь во дворе есть где поиграть ребенку. Огромное спасибо за такое благоустройство. Помогали, все сделали, все прям супер, красиво тут. Вот, всем детям нравится. За последнее время наш двор прямо вот в разы изменился в лучшую сторону. Появились прекрасные детские площадки, которые просто украшают наш дом. Раньше ближайшая игровая площадка находилась за больницей Симашка. Для жителей это было слишком далеко. За три дня люди собрали документы, подали заявку на участие в программе «Комфортная городская среда» и выиграли конкурс. Весной здесь начались работы. Сами жители тоже активно помогали. Убирали мусор и сажали деревья. Плоды пожинают все вместе. Мы собирались в Координационный совет, собирались с жильцами, советовались, как что сделать, потому что проблем по дому очень много, сами знаете. Четыре двора, это все-таки же как микрорайончик. Вы знаете, я просто живу в промышленном районе мне всегда очень приятно, что благодаря программе, это сначала был двор, в котором мы живем, сегодня это комфортная среда, появляются такие дворы и самое главное, они являются местом проведения таких хороших праздников. В данном случае это предновогодний праздник. И безусловно, благодаря активным жителям, благодаря старшим по дому, представителям советов микрорайон становятся возможны такие праздники. В следующем году поводов для праздника станет еще больше. Программа «Комфортная городская среда» продлена до 2020 года и она затронет не только дворы, но и скверы. Даниил Лучко, Артем Сулайманов, События. Председателя Самарского отделения Всероссийского общества автомобилистов выбирали на 17-й отчетно-выборной конференции. Больше трех часов решали, кто же займет почетный пост. Подробнее в сюжете. На 17-й по счету отчетно-выборной конференции Всероссийского общества автомобилистов избрали нового председателя Самарского отделения. Из двух представленных кандидатур большинством голосов делегатов на пост избрали Наталью Алексееву, которая работает в обществе с 1994 года. Это одна из старейших общественных организаций в стране. За эти годы мы с вами прошли очень многое, преодолели немало трудностей. Наша организация жива, работоспособна и мы будем вместе в ней работать. Всероссийское общество автомобилистов существует с 1973 года. Сегодня подразделение функционирует в 27 районах Самарской области. В качестве наблюдателя за легитимностью выборов в Самару приехал председатель Краснодарского отделения Владимир Коробчак. Благодаря тому, что все-таки вы здесь работаете, уже давно на этом рынке образовательных услуг все равно Самарское отделение показывает результаты те, которые позволяют ей находиться в первой группе. У нас все отделения региональные распределены по группам. Автошколы, стоянки, станции техобслуживания, продажи запчастей. И это не полный спектр направлений, по которым работает общество. По регламенту председателя Всероссийского общества автомобилистов выбрали на 5 лет, в течение которых предстоит не только поддерживать, но и развивать работу. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, События. Молодые и активные люди Советского района Самары стали лауреатами наград. Сегодня вручены премии по итогам конкурса Горда из Советского внутригородского района 2017. Студенческие лидеры, молодые профессионалы, спортсмены и добровольцы, те, кто уже достиг результата и не остается в стране от общественной жизни. Олег Зверев познакомился с лауреатами. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Строиотряд 15-20 Самарского университета путей сообщения стал лучшим на строительстве подходов к Кельчинскому проливу, за что получил знамя РЖД. А сегодня командиру вручены регалии гордость Советского района. Каждый год ребята отправляются на самые масштабные стройки. Студенческие стройотряды, как и раньше, стали школой мужества. Это очень сильно закаляет, дух такой прям, истинно мужской. Как бы привыкаешь ко всему, нету там ничего такого. Было, конечно, да, было очень тяжело моментами, и было очень холодно, и все уже такой довольно-таки тяжелый труд изнурительный, 12-часовой. Но все справились, все приехали живы, здоровы, все отлично. Награды «Гордость Советского района» присуждены в шести номинациях. Это студенческий лидер, молодой профессионал, доброволец, спортсмен, а также интеллект и творчество. Сегодня статуэтки и дипломы вручили депутат Государственной Думы, герой России Игорь Станкевич и глава администрации Советского района Самары Вадим Бородин. Студентка, красавица, к тому же спикер молодежного парламента и активист молодой гвардии Екатерина Снегирь в свободное время посвящает общественной работе. Лично для меня главное направление патриотическое, и именно в нем я принимаю наибольшее участие. Но также мне нравится организовывать именно молодежные мероприятия, какие-то концерты, акции. Всего вручено 30 наград. Шесть лауреатов стали победителями. Молодежные премии – это знак особого признания. Это кадровый резерв России, активные и талантливые люди, которые в будущем станут лидерами страны. Каждый молодой человек пытается показать, насколько он нужен ближайшим окружающим, обществу, самоопределиться. Может быть, это неосознанное такое желание. Но у нас существует внутренняя потребность. Самое главное, что это те, кто не безразличны к своей собственной жизни. Это очень принципиально. И, безусловно, мы уже имеем практику, что те, кто отличались в прошлые годы, находят себя... А те, кто становился победителем в предыдущие годы, сегодня уже сами вручают награды новому поколению молодежных лидеров. Олег Зверев, Григорий Пельжаков, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 15 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин